В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры. Уважаемые зрители, здравствуйте. Алекс Крятов пишет. Здравствуйте, Константин. Я живу за большой лужей в Калифорнии, то есть в Америке. В 1999 году моя семья эмигрировала сюда из Казахстана. Я русский, мне 29 лет. Два года назад во мне проснулся русский патриот. Я начал заново учить русский язык. Мне очень нравятся ваши видеопрограммы. Не могли бы вы рассказать про морские мины? Какие есть типы мин, как их ставят, как они работают, как они могут быть использованы в современной войне? Прошу прощения за ошибки в этом письме. Мне еще многому надо научиться. Ну, действительно, ошибки были, но, Алекс, немного. Так что можно не стесняться. Да. Ну, мы о минах говорили, на самом деле, о морских. Я кратко, может быть, повторю. Морские мины, по сути дела, сегодня являются абсолютным оружием. Потому что для того, чтобы вытролить современную мину высокотехнологичную, нужно затратить такое количество сил и средств, столько времени потратить, что проще этого не делать. Оставить все как есть и попробовать решить стоящую задачу каким-то другим обходным путем. Понимаете? Значит, есть, ну, классические мины, вот эти рогатые, их сейчас уже почти нет. Хотя даже и они требуют серьезного внимания. А вот целый ряд мин, скажем, донные мины, мины, которые устанавливаются на дно, они устанавливаются на глубинах до где-то 250 метров примерно. Они могут реагировать на акустические шумы. Короче, они реагируют на физические поля кораблей. А сейчас, более того, я не исключаю, что сейчас там в память у этих мин могут быть даже шумовые портреты разных кораблей. Да, то есть она может вообще быть ориентирована на какие-то конкретные типы кораблей. Допустим, не знаю, на американский авианосец там или крейсер, крейсера каких-то там, забитые шумовые портреты у нее. Остальные корабли будут проходить, она будет тихо лежать. А как только шумовой портрет совпадет с тем, что у нее есть, она сработает. Да? Есть мины-ракеты, мины-торпеды, они устанавливаются на глубины до полутора километров. То есть там... И вытралить эти мины очень сложно. Тоже мина, она в пассивном режиме, значит, себе. Она в данном случае не лежит, а как бы якорь мины, он находится на дне. Потом буйреб, так называемый, но кругая веревка, к которой эта мина привязана. И она, значит, там, как воздушный шарик на веревочке, да, на какой-то глубине, там, порядка, там, 200, 300, 400, 500 метров. В зависимости от того, против кого эта мина, против подводных лодок или, может, против надводных кораблей, она там, значит, где-то болтается. Она слушает себе, висит и слушает. Когда слышат корабль или на какое-то другое физическое поле корабля она реагирует, тогда она активируется. И торпеда стартует, и ракета стартует, и, соответственно, поражает цель подводную лодку или надводный корабль. Причем, конечно, у такого рода оружия очень сильно возрос радиус действия. Ну, скажем, там, ну, современное минное заграждение может состоять из нескольких рядов, да, мин, где между минами будет, там, не знаю, там, дистанция в 800 метров, да, а между рядами, там, дистанция в полтора километра. Но эти ряды, они еще сдвинуты относительно друг друга, да, то есть, получается, что вот, если в одном ряду так мины поставлены, то в другом они сдвинуты, как в таком, в шашечном, в клетчатом порядке. Вот, я уж не говорю о старых приборах, старых добрых приборах, есть так называемые приборы кратности, то есть, например, там, мина срабатывает только, когда над ней проходит пятый корабль. На первые четыре она не реагирует, условно говоря, да, это число кратности можно установить, там, и пять, и десять, и пятнадцать, вот, прибор срочности, когда, так сказать, мина включается только по прохождению определенного, так сказать, периода времени. А вообще, вот, сейчас эти минные поля, их можно поставить, да, и они будут, ну, как бы в таком спящем состоянии могут находиться год, предположим, да. А потом дается гидроакустический сигнал, я не знаю, условно говоря, прилетает какая-нибудь ракета, головная часть которой, погружаясь в воду, дает гидроакустический сигнал, кодированный, да, и эти поля все активируются минные. Понятное дело, что все прибрежные зоны, все узкости, проливные зоны и так далее, они такого рода минным оружием могут очень быть сильно, серьезно прикрыты. То есть, по сути дела, могут сделать невозможным, да, ведение боевых действий противникам в этих зонах и в этих районах. Продолжение следует...